В Таджикистане правительственных имамхатыбов обучают пользоваться социальными сетями и мессенджерами для распространения так называемого умеренного ислама. Об этом пишет Азия+. 2 октября в Ванже стартовал специальный семинар для имамхатыбов района, где более 20 религиозных деятелей обучаются современными средствами коммуникации в сети интернет. Организатором семинара выступило представительство Института по освещению войны и мира IWPR в Таджикистане совместно с Комитетом религии. Как сообщила представитель IWPR в Таджикистане Лола Алимова, это уже далеко не первый подобный семинар. Мы уже проводили такие тренинги в городах Турсунзаде, Худжанд и Канибадан, где обучили свыше 70 имамхатыбов пользоваться социальными сетями, сказала она. По словам Алимовой, идею проводить тренинги по соцсетям для имамов предлагали участники встречи тренингов, которые были посвящены предотвращению привлечения молодежи к так называемым экстремистско-террористическим группировкам. Прохождение семинара поможет имамхатыбам опровергать неправильные призывы или высказывания, считает она. Почему? Потому что уровень их образования или вообще стратегия их образования так... Корреспондент Хабархо обратился за комментарием к шахерхону Дамалло из Душанбе. Использование имамхатыба в мечети для пропаганды в пользу политики режима в Таджикистане практикуется властями как минимум на протяжении последних 10 лет. Но это не приносит ожидаемых результатов, ведь сегодняшняя молодежь черпает информацию в основном из интернета, в том числе и исламские знания в виде лекций, прямых эфиров в формате вопросов и ответов. Ислам же отвергает лицемерие режима, его секуляризм и несправедливость, а также побуждает бороться со всем этим. Такая тенденция очень беспокоит режим, ведь ни для кого не секрет, что в наше время народы некоторых стран восстают против несправедливости своих правителей, и социальные сети играют в этом не последнюю роль. А такие предлоги, как борьба с так называемыми экстремистско-террористическими группировками, это лишь повод для установления более тотального контроля над умами жителей страны, в первую очередь над молодыми людьми. Они, как говорит Аллах в Коране, расходуют свои имущества для того, чтобы сбить других с пути Аллаха. Дали Аллах говорит, они будут расходовать его, а затем будут сожалеть об этом, а вслед за этим они будут повержены. И они будут расходовать, что они будут расходовать. Субтитры создавал DimaTorzok